Какими бы важными ни были вопросы очередной сессии ЗАГС-собрания, разговоры среди депутатов были об одном. Отставки Александра Карлина и назначение исполняющим обязанности красноярца Виктора Томенко. Но все в кулуарах, с трибуны только формально официальные. Мы не исключаем, что на сессии будет не только вопрос об объявлении выбора. Губернатор ТССР будет ряд еще других вопросов. Возможно, будут обсуждаться и поправки в бюджет края. Нужно заложить деньги на выборы, которые не были предусмотрены изначально. Дальше вопросы регулярные. Депутаты принимали поправки в закон, который обяжет предприятия, где работает от 35 до 100 человек, брать на работу инвалидов. Это нужно, чтобы выполнить задачу федерального правительства по трудоустройству 50% работоспособных инвалидов. Для этого надо принимать по 5,5 тысяч человек в год. Вопрос трудоустройства инвалидов важен, но в процессе работы. Возникают вопросы, которые часто встречаются с этой территорией. Удалось поставить точку и в одном резонансном вопросе. Сотням жителей Барнаульского поселка Восточный разрешили узаконивать свои участки, где они живут несколько десятков лет, до 2020 года, а не до 2019. Теперь люди смогут успеть оформить собственность и не лишиться единственного жилья. Приняли депутаты изменения, которые касаются больше их самих. Заксобрание решило стать более открытым. Теперь избиратели смогут не только смотреть трансляции заседаний в прямом эфире, но и пересмотреть при желании потом. Будет создан архив трансляций. Но главное то, что теперь избиратель сможет точно знать отношение своего депутата к принимаемым законопроектам из специального протокола. В нем указаны фамилии, имена отчества депутатов, наименование фракции, либо номера одномандатных избирательных округов. И результаты голосования каждого депутата по каждому вопросу. Кроме того, на сессии заслушали несколько отчетов. Министр имущественных отношений Людмила Сорокина отчиталась, что за 2017 год удалось продать краевую собственность на рекордные 110 миллионов рублей, в три раза больше прошлогоднего. А глава Алтайского управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко заявила, больных ВИЧ и туберкулезом в крае становится все меньше, но ситуация по-прежнему напряженная. Напомним, следующая сессия внеплановая состоится 8 июня. На ней назначат выборы губернатора Алтайского края. Будем следить и рассказывать. Василий Морозов, Алексей Фризин. Наши новости.